У меня с кухней ассоциация, знаешь, что ты вот так вот здесь стоишь, вот так вот что-то режешь, и я такой захожу Кажется, что ты вот просто аристократ, у тебя там спрятаны пажи где-то в холодильнике, понимаешь? Ты не любишь, когда тебя называют Сеней? Я вызываю Пашку на блуд Серьезно? Да, а какой близ? Личный тренер У меня потому что, как у коня, там, я ноги Ноги Все это пойдет в тизер? Да, я думаю Ребят, ну возьмите уже Сеню в кино, ну пожалуйста, ну кто-нибудь, снимите его нормальный парень Сегодня я открыл для себя тыквенный суп от Лисан Смотри Мне придется пересмотреть этот выпуск Хорошо Потому что я уже, по-моему, чуть-чуть о тебе говорю Ну что, друзья, давайте поаплодируем У меня сегодня долгожданный гость И долговязый Долговязый, да, артисты, прекрасный, шифарит Просто вы не поздоровались Здравствуй, Арсений Паша на зависть Здравствуй А что ты такого сегодня со мной будешь делать, Паша А я не знаю, у меня Ну, я надеюсь, ничего Но у меня с кухней ассоциация Знаешь, что ты вот так вот здесь стоишь Вот так вот Что-то режешь И я такой захожу И начал какого-то Подожди, я вот так должна Да-да-да-да Все Варим картошку Варим картошку Хорошо Ну, ты знаешь, что на тебя вообще лютый спрос Просто все мне писали Хотим, Арсения, Арсения хотим, Арсения хотим Пожалуйста В каком смысле они тебя хотят, я не знаю Но я решила попробовать тебя пригласить Хотя бы позвать, да Да, хотя бы позвать и выяснить Почему в тебя столько влюбленных девушек Ну, во-первых, давай мы тех людей, кто про меня писал Поблагодарим за это Потому что не я принимаю решение, куда идти А именно они Подневольный, да? Да, они говорят, теперь туда его приглашайте Меня приглашают, я туда иду Ну, у нас вообще Огромная фан-база Уникальный какой-то проект Наверное, из-за того, что мы все пацаны У нас много подписчиков, зрителей, поклонников, девчонок Ну и что? Шостуна посмотрели Теперь давайте Арсенинам Теперь я пытаюсь тебя помучить Вот ты сказала мне Лисан, у меня должно быть обязательно мясо Без мяса я не приду Я так понимаю, это твой райдер Тыква Видишь, я хорошо разбираюсь Я могу мясо от тыквы отличить Яйца Яйца Вот, это ты ешь каждый день? Это твой дневной рацион? Нет, я давай тебе про каждый ингредиент что-нибудь расскажу Ну, во-первых, с утра яичница Это для меня вообще must-have Мы, если на гастролях, особенно Я люблю, когда в отеле у нас входит в райдер завтрак Входит все, вас кормят Да, да, нас кормят Фу, слава богу Только утром Пацаны все любят подольше поспать там до обеда А мне вот принципиально спуститься вниз Даже если, знаешь, нет аппетита Просто вот посидеть, чтобы понять, что вот все, ты проснулся Это твой ритуал Да, такой ритуал Ну, а там уже во всех отелях разные завтраки Но яичница встречается в 99% Поэтому я вот ее ем Вот, поэтому я люблю, знаешь, яичницу скрэмбл Когда вот она разбита и там размешана Вот, потом тыква Я обожаю тыквенный суп Это не значит, что мне надо его где-то, меня кормить или угощать Представляешь, все фанатки теперь будут с тыквенным супом за тобой ходить Господин Топов? Да, да, да Вот, и я, кстати, не могу придумать, что мы из этого всего будем делать Ну, то есть, как это все объединить по отдельности, понятно Да, мы приготовим завтрак, потом мы с тобой С тыквенный суп С тыквенный суп, соответственно А и потом на быстренькую стейк, я так понимаю, да? Это вот похоже, что из этого можно сделать стейк? Ну, придумаем Она уже так выглядит, как будто бы его надо порезать Что это будет, знаешь, просто какая-нибудь отбивная Ну, давай, как скажешь Хотя, знаешь, я в приготовлении, я сейчас пришел сюда и такой Я вообще не разбираюсь Если ты мне скажешь, что из этого сделаем торт, я поверю А ты готовишь вообще? Вообще нет Вообще нет У меня есть такой бзик Мне кажется, что если еду готовить, ты готовишь дольше, чем ешь, то она этого не стоит Понимаешь, да? То есть, если ее надо долго есть, то ее можно долго готовить А если быстренько что-то там закинулся, то она и приготовиться должна быстро Как яичница с сосиской Давай сегодня поимпровизируем Вот, ты сыграешь роль злого шеф-повара А ты провинившаяся помощница? Как это эти эротические игры, послушай, нет Нет, это только из-за голоса А ты провинившаяся помощница А я просто, ну, помогаю тебе, да Помогаю Да, давай Стартуем Алло, привет Я быстро Как думаешь, что подарить подруге детства, которую давно не видела? О, точно Хорошая идея Спецпроект от Тинькофф поможет вам творчески подойти к выбору подарка Или покупки Во-первых, можно подключить услугу пакет заботы То есть совместный счет для себя и своих близких Это очень удобно для пар, которые ведут общий семейный бюджет Друзей, которые отправляются в совместное путешествие Или для тех, кто хочет открыть счет в Тинькофф для родственника А во-вторых, Тинькофф запустил флешмоб-конкурс в Телеграме С его помощью можно не только узнать любопытные факты о своих близких Но и получить призы Все просто Для этого откройте Телеграм-бот, нажмите старт и получите маску с вопросом для своих близких Запишите видео-интервью со своим родственником и отправьте ответным сообщением Запечатляйте теплые воспоминания и оцените другие видео в Телеграм-канале Тинькофф банк семейные ценности У участников есть возможность выиграть один из пяти промокодов на 5000 рублей для заказа фотоальбома в периодике В рамках проекта можно открыть совместный счет с пакетом заботы и получить вечное бесплатное обслуживание карты Повышенный кэшбэк в категориях концерты, театры и кино Скидку на 20% и страхование жизни от Тинькофф страхования и еще много всего интересного Так, запись Дорогая, привет! Давно хочу у тебя спросить Хотела бы ты побороть свой страх высоты? У меня есть отличная идея Слушай, это очень сложно, на самом деле мы... Но ты же актер, у тебя же более 10, даже 11 ролей, сериалы, фильмы Слушай, ну мне нравится твоя цифра, я не уверен, что она соответствует действительности Мы почитали Я приоткрою дверцу в это во все Вот не то чтобы импровизаторы ходят по улице и постоянно, знаешь, такие наготове Чик-чик меняй, хоп, тут шокер, тут быстренько от мышеловки Я как раз в жизни-то максимально обычный Вообще необычный Ну нет, я имею в виду максимально не сценический То есть вдруг сейчас представить, что мне надо играть какой-то там сложный монолог или драматическую роль Ну давай попробую быть... Да нет, будь собой, тебя любят, пожалуйста Тебя любят таким, какой ты есть Все, включаем, я нам упрощу жизнь Я не умею вообще пользоваться вот этими сенсорными историями Я однажды подошел, что-то натыкал, все, что-то замигало И я сбежал У нас с тобой водичку Сейчас будет, знаешь, максимально дерзко и максимально быстро А давай я буду наливать Давай Хоть что-то Ты мне... Вот, я босс, а ты сама себе не доверяешь, а мне доверяешь Сама себе не доверяешь Я еще немножко бармен и знаю, что чем выше строй я, тем лучше насыщается кислородом Ты бармен? Ну так сложилось, что я приготовил полтора коктейля и меня сразу окрестили бармен Значит, ты прочитал в жизни один стих, все, ты поэт Ты сделал два коктейля, ты теперь бармен Ну серьезно, что это были за коктейли? Что это была за ситуация? Во времена, когда все сидели по домам Я вел прямые эфиры и ничего лучше не придумал Знаешь, надо же общаться о чем-то с подписчиками, с теми, кто подключился к эфиру Я говорю, слушайте, давайте придумаем какой-нибудь коктейльчик Что-то скучно выпивать И мы что-то там добавили в водку апельсиновый сок Ну мы с тобой феноменально растягивались Ты вспомни Да Наш эфирчик-то, да? Я еще помню, мы созвонились, вы звонили мне с Пашей Да И я вам говорю, ребят, только давайте без шпагатов Я не сяду на шпагат И первое, что ты мне говоришь Начнем со шпагата Конечно Я подумал, вот коварная семья Всегда Всю воду мы вылили Да, мы с тобой Ты умеешь резать тыкву Вот смотри Да Если ты мне говоришь, можешь протереть стол Могу Но эта задача невыполнимая Потому что должен быть критерий чистоты Должны быть временные А я помыл руки Ты помыл руки Должны быть временные какие-то ограничения И... Ну не знаю, конкретно Ты справился Вот так резать могу Каким ты был в детстве? Вот каким запомнил ты себя сам? Слушай, хорошо, что ты с этого начала вопрос Потому что, мне кажется, вот грамотный интервьюер А я тебя считаю именно таким Ой Он же должен персонажа заявить То есть то, что про меня знает, про меня и так знает, правильно? Да Вот А если мы сейчас будем про что-то говорить Надо понять, откуда корни всех проблем Из детства Из детства, конечно Да Мне кажется Что детство у меня было счастливо Так я не знаю Может ли кто-нибудь про свое детство так сказать Наверняка, если вспоминать какие-то там сложности Ну, а почему ты так думаешь? Что у тебя был классный садик Я не знаю Классный двор Ты с кем-то дружил Как ты запомнил? А я не знал, что может быть по-другому Понимаешь? А как было? Тогда не было интернета Почти не было телевидения Я застал еще Наверное Летали голуби с письмами Летали голуби Я застал еще три канала Был первый, второй И какой-то региональный Нет, культуры не было Я из Омска У нас был какой-то Ну, типа кабельное какое-то телевидение У нас в Раевке была культура Канал культура Там я увидела Потому что Раевка от слова рай А Омск Это отдаленное место ссылки каторжников Так, хорошо Вот И не знаю У меня в детстве все было У меня были домашние животные О чем я мечтаю? Какие? У меня было много кошек Штук пять-шесть точно Тебе реально разрешали заводить кошки? Не разрешали Ты привозил? Сам приводил? У нас это вообще была беда У нас кошки Я, кстати, где-то про это рассказывал Со слезами У нас родители понимали Что питомец это ответственность Да И это правильно И знаешь, когда ребенок хочет Но не представляет, как это все будет Родители просто заглядывали на шаг вперед И понимали, что Ну, ведь они точно не будут убираться за ним Они за собой-то еле-еле могут прибрать А тут за целым существом У нас мамина подруга Приходила к нам и рассказывала Что у какой-то там заводчицы кошек Родились котята С черепаховым окрасом Я вот черепаховый окрас До сих пор не знаю, что это за цвет Вот я тоже Я себе представляю, что кошка Она прям у нее как Трехцветная А я не понимал Я думал, что у нее прям как панцирь Такие вот сегменты Что она прячет голову Ну, я не знаю И прячет голову вот туда Димнафик Очень хотелось на это посмотреть И я говорю, ой, мы сильно хотим Она говорит Ну, так давайте Мы сказали, что тетя Марина Кстати, тетя Марина Лунченко Привет вам Она, мы говорим Давайте нам кота Она говорит Я принесу вам кота А мы говорим Нет, нам папа не разрешит Она говорит Доверьтесь мне Так И знаешь, я интуит вообще по жизни И я прям помню Как на папин день рождения Прошло много времени Все все забыли Приходят гости Мы там открываем дверь Помогаем там куртки Куда-то там разносить И я вижу, что заходит тетя Марина С коробкой И у меня аж сердце остается Потому что я точно понимаю Что там котенок И я думаю Как будет сейчас Во-первых, как папе на это реагировать Потому что там кошка Он точно ее не хочет А мы сильно хотим И что с ней произойдет Кто победит Папина сила слова Или, не знаю Сострадание к домашнему животному Ну, знаешь, что прикололо Они подарили обычного кота Черно-белого Ну, и что было с папой Сцена вот эта И они его правильно преподнесли Как? Они сказали Сергей Александрович Вот кошка И его зовут Флоримон Рамуальд Третий Ну, что это какое-то такое слово было То есть Флоримон точно было первое У него было какое-то сложное имя Какие-то там графские корни У этого кота Это было необходимо, да? Да И мне почему-то кажется Что папа так это зацепило Он, конечно, очень много любит читать И начитанный И достаточно там умный И образованный И там во всех интеллектуальных шоу Мне кажется Мог бы попобеждать В пару раз И мне кажется Он не смотрел на кота Он себе представлял Как он будет друзьям рассказывать А это у меня Там Ричард Третий Замученный И дверь открылась В это счастье, да? И да И он получил титул этого кота А мы, дети, получили кошку Мы пошли с ней сразу играть Мы ее так и не смогли До конца ее дней Приучить кладку Везде, где хотел Везде, где хотел Причем, нет, он даже Я что-то старался Он даже все-таки начал это делать В туалете, но не в лоток У меня есть желание довести до конца Я не могу Я не думаю, что нам надо все резать Ну, конечно, да? Мы же с тобой вдвоем Сами себе хозяева Конечно Понесли Понесли Сюда? А как она не должна закипеть? Она уже Ага Ну, вон, смотри, булька Ну, правда, кипит Ну, не так, чтобы она прям дергается А кто-то смотрит нас И делает все за нами повторять, да? Да, все Все твои поклонницы Сейчас Итак, берем тыкву Нарезаем на маленький кусочек Чтобы быстрее сварилось, да? И запуливаем в кипящую воду А почему именно тыквенный суп ты полюбил? Кто его феноменально так готовил в твоей жизни? Бабушка, мама, не знаю, где-то в столовке попробовал и влюбился У меня есть подозрение Я вообще редко анализирую свои поступки Не понимаю вообще, зачем это делать Сделал уже и сделал Но я точно помню времена, когда из сладкого Дома была, например, невкусная печенька какая-то Знаешь, такие простые, квадратные, без всего И чтобы хоть как-то ее подсластить Но мы там маслом ее намазывали И все, это было круто То есть сейчас, конечно, я такое есть не буду И когда, ну, мне кажется, детям очень часто хочется чего-то сладкого И когда говорили Я читал в сказках словосочетание тыквенная каша Мне казалось, это что-то сладкое Это такого цвета, вот такого оранжевого Что-то там такое вкусное-вкусное И я бабушку все время просил Говорю, бабушка, а можешь сделать тыквенную кашу? И почему-то никто из взрослых не готовил тыквенную кашу Это я сейчас понимаю, что она замороченная Вот И как-то раз бабушка сделала тыквенную кашу И что-то она мне не зашла А в голове все равно осталось, что тыква Вот что-то такое есть, да? Вот золушка, тыква Ассоциация Как я себе представлял тыквенную кашу И я попробовал, и было круто И все, с тех пор я люблю Значит, лук с чесноком мы добавлять не будем Да, потому что я планирую целоваться сегодня Да? Планируешь? Я каждый день планирую целоваться Хорошо Ну нет, но по рецепту классическому надо добавить Может быть без чеснока просто лук Лук, если мы сварим его Мы его немножечко так поджариваем Так Вот это будет вкусненько, он такой будет золотистый Да, я хочу, чтобы у меня пахло луком сегодня Мы же не так часто у тебя снимаемся Серьезно? Да, к тому же я проверю, правда ли от него плачет Давай Я ни разу не плакал от лука Да? Да Попробуй Но ты в очках Думаешь, это защита? Это меня защитит? Да, это защита от лука Не сам же внешний вид лука заставляет плакать, а эти пары Да Поэтому я думаю, что они смогут догадаться и такие О, закрыто И обойдут Смотри, мы... Это вообще закрытый человек, да? Слушай, наверное, не закрытый Просто мне почему-то кажется, что есть люди Я очень много с кем откровенен Но этих людей должно быть немного Потому что если ты откровенен со всеми, то это уже не откровенность Это... ну что это? Душа на распашку тоже неправильное слово Это такой... ну вот... Какой это человек, который ходит и всем все рассказывает Ну не все Ну так приоткрыться немножко Ну вот приоткрыться Чуть-чуть, да? Не плачу от лука Достаточно приоткрыться Смотри, надо порезать вот так и потом вот так Как скажешь Мне вообще вот прям самое главное делай Я очень часто маме помогал на кухне в детстве Ага И я ни разу не принял решение самостоятельно То есть не было такого, что я сам вдруг что-то порезал Я все время маму спрашивал, она мне говорила, как Я... у меня была прям ответственная обязанность Я тер сыр на терке Вот, и мне казалось, я очень ловко с этим обращаюсь Ты очень ловко, кстати, режешь лук Я резал лук, наверное Это у тебя профессионально уже Ну да Но ты маменькин сынок? Ну я думаю, да Да? Я... я потому что у нас папа в детстве часто был в командировках Кстати, по-моему... ну я не вел статистику Но почти все мои дни рождения он был где-то Вот, и я прям помню, что у меня день рождения начинался с того, что он звонит и поздравляет меня Ну ты скучал, наверное, очень, да? И у меня не было такого, знаешь, я смотрю эти фильмы американские А папа обещал прийти на игру и не пришел И стоит вот так вот сбитый бейсбольный Ему бросают мяч, а он смотрит не на игру Да Дурачина А где же папа? Да Ну как? Ну, не понимаю Есть игра, надо играть Есть отец, ну то есть выберешь что-то одно и поезжай с отцом на работу Вот, у меня почему-то не было проблем Да мы другие вообще, в принципе, понимаешь? Это они там привыкли эту драму искать там, где ее нет А ты просто понял, отец на охоте, все Все на охоте, да Ну, нормально Нормально Кстати, он меня даже брал на охоту, когда-то с собой Да нет, я прям, понимаешь? А что было за охота? Ну расскажи Я вот сейчас начинаю все проговаривать, это все вспоминаю И понимаю, что ну вот было все И была охота, и я даже ездил когда-то на рыбалку Охота это как? Вот поехали И мы были в камзолах, и отец рожком загонял дев гонщик Ты знаешь, ты вот так выглядишь, вот кажется, что ты вот просто аристократ У тебя там спрятаны пажи где-то в холодильнике, понимаешь? Ну вот есть такая Все нарисовали себе картинку, спрятали Но что-то графское в тебе есть Ну нет, была охота такая, знаешь, чтобы не замерзнуть Отец мне давал свои унты Да, есть же такое? Да Унты называется? Унты, не знаю Унты Унты Унты, они огромные были, но теплые Они мне вот были по поиску И я себе представлял охота Я себе, конечно, представлю, что мы принесем дичь, вот как на картинке Да, конечно Нет, мы ничего вообще не подстрелили Но зато у меня совесть чиста, потому что я не убил ни одно животное Вот, но что, мы застревали на машине Мы ездили на УАЗике Мы застревали на машине и толкали его Мы насобирали грибов Вот так охота у нас тоже охота Ягод И договорились с его друзьями, мужиками, что как-нибудь съездим, полетаем на дельтапланах Отец полетал, я вот так вот посмотрел Все, у меня получилось Так, теперь на дальнюю, да? Вот на дальнюю, да Все вроде логично Мы сразу, а в начале масло Маслица чуть-чуть, вот так Какое у тебя хобби, увлечение? Так, ну тоже, наверное, надо про детство поговорить Оно оттуда, да? Оно оттуда Давай Мы все, кстати, оттуда Мы все оттуда Ну, наверное, правда же, многое, что оттуда Много же, что именно из детства у нас идет Конечно Люди, кто чего-то, например, в детстве недополучил, потом пытаются во взрослой жизни А что ты недополучил в детстве? Нет, нет, это я разговариваю текстом из книг Со сковородкой давай Со сковородкой Уже она скучает по тебе, да? Закидываем или ждем? Закидываем Я в детстве был, наверное, мне было лет пять Точно не больше Мы были из тех семей, которые везде таскали своих детей Ну, в смысле, мои родители везде нас таскали с собой Меня с сестрой И мы ездили в Барнаул к нашим родственникам на свадьбу Тогда, по-моему, мой брат женился, двоюродный старший И свадьба была еще тогда двухдневная В лучших традициях В лучших традициях, да? Ну, по-моему, без драки Или нам просто драку не показали Вот И мы детьми Дяди и тети были очень веселые в какой-то момент, да? Я помню, что было очень много людей Я даже сейчас иногда, когда веду мероприятие Я не видел столько людей на свадьбе Было прям, правда, много Было прям три или четыре стола полностью В родственниках, в каких-то людях, которых я не знал Я не помню ситуацию в застолье Но я помню, что был какой-то конкурс Причем его чуть ли не мой отец организовал Говорит, ну-ка, давайте молодоженам денег наберем И я помню, что звучала какая-то музыка А они просто бегали, все гости И просто бросали любые деньги Монетки У меня отец придумывал, что он Мочил купюры бумажные Приклеил их к потолку Каким-то высоким Так он разводил его у тебя, да? Ну нет, чтобы, в общем, молодоженам должно быть Очень сложно их собирать А все люди разбрасывают И вот сколько они денег соберут за это время Я помню, что мы детьми были, конечно, за молодоженов За моего брата И, в общем, мы помогали эти деньги собирать Такую доберем Да, давай И потом помогали считать, сколько получилось денег Сколько я сейчас не запомнил По-моему, было 81 рубль 56 Но я точно помню, что мы сортировали монетки И я нашел три не советские монетки Это были 10 статинок Это болгарские Они очень похожи были на наши 10 копеек Потому что это тоже советский лагерь Было пять феннингов немецких И еще какая-то третья монетка Она была Может, какой-то жетон То есть я помню, что я до сих пор Ну, тогда я не разобрался И для меня это было прямо сокровище Их еще там не учитывали То есть они там были никому не нужны И мне отдали Говорят, ну, забирай Я с ними ходил Это была моя, наверное, самая большая драгоценность того времени И сейчас ты собираешь монетки? И я сейчас, наверное, уже не так активно Но вот это определило мое увлечение На ближайшие несколько лет Действительно, я коллекционировал монеты У меня достаточно большая коллекция Но она осталась в Омске У меня папа за ней следит, охраняет Но там есть много-много-много-много всякого, конечно, уже Вот И это было прям очень круто Ты не любишь, когда тебя называют Сеней Почему? Ну, это, наверное, уже больше такая, знаешь Больше уже шутка, больше прикол Мне на самом деле Ну, неприятно, хорошо Да уже, наверное, тоже такого нет Это знаешь, когда... Сень, хорошо, тогда лук Уже достаточно, да? Да Вот Просто у меня была долгое время Взрослая компания У меня сестра старше на 4 года А, ага И я почему-то там Или когда они к нам в гости приходили Друзья мои сестры Или я с ними оказывался на какой-то тусовке Они меня Сеня называли И мне казалось, что Знаешь, это так по-взрослому снисходительно Ай, вот оно о чем Так нет И меня как раз это не смущало То есть я подумал, что мы взрослые Старшие ребята могут меня так называть Но когда это делает какой-то совсем Маленький-маленький человек Как я? Мне сейчас Панибратство Ну это, во-первых, панибратство Во-вторых, ну очень странно Что меня там, не знаю Десятилетний ребенок Двенадцатилетний Будет вдруг называть Сень Угу У кого Сень? У кого я и Сень? Арсень Вот А отчество? Арсений Сергеевич Арсений Сергеевич Ну что, мы переходим к яйцам? Это пора Очень плавно переходим Так, тут не надо ничего помешивать Если хочешь, ты можешь помешать Ты, кстати, спросила Готовлю ли я А готовишь ли ты? Честно, я имитирую готовку У меня вообще такое отношение Я начала готовить, когда влюбилась Вот я влюбилась в Пашку А, в Пашку Я готовить вообще не умела И начала Подожди, я знаю, что он тебе сделал предложение Когда ты на кухне готовила Борщ А, ну то есть это уже был процесс Конечно Это уже ты любила Да, конечно Я чистила картошку в этот момент Так, Алиссан, это же имя не русское Это же что-нибудь татарское Ну да А ты умеешь готовить? Ну, борщ, как будто бы не совсем татарское Манты Манты Плов Конечно Все умеешь делать? Все умею Как и любая татарка А ты с какой целью интересуешься? Просто у нас скоро съемки Импровизации Так Вот Я думаю, вдруг А Паша всегда, кстати, ест отдельно от нас Ты знала? И я вот Я ему в лоточке вот Вот, да? А ты можешь как-нибудь Ну, два лоточка ему пригодить Ну, не лоточка, наверное, контейнера У меня лоток ассоциируется с кошками все-таки В общем, четыре, да? На тебе отдельно я подпишу сенечки Да, да Вот так могу? Вот так фамилиарно понебратство Да, ну, понимаешь, мы с тобой так общаемся Что ты меня можешь так назвать Я понимаю, что это Ну, не знаю, это желание Сблизиться Сблизиться, да Сократить дистанцию Может быть, проявить свою какие-то там нежность Ну, какая нежность у незнакомого человека, может быть, тебе? Нет Ну, подожди Тебя могут заранее любить просто, и все Уменьшительно, ласкательно Ну, это же сейчас не психологический разбор полетов Я имею в виду, что нежелательно Ты учился на экономиста Почему? Почему ты перешел потом совершенно в другую профессию? Что случилось? Я учился на экономиста И не могу сказать, что наскучил, но история как будто бы стала понятна Что я вот буду экономистом Я прошел практику там в банке Я себе представил В пиджаке сидишь каждый день в сером Нет, у меня был красный такой бордовый пиджак Блин, какой не пиджак, а этот бордовый пиджак Ага, был бы у меня бордовый пиджак в 90-е Такой бордовый был пулловер, наверное, да, вот с таким вырезом Это пулловер называется, не разбираюсь до сих пор Вот, и я им очень, я очень любил ходить в белой футболке Чтобы она чуть-чуть торчала И вот он такой, знаешь, рубиновый И я, конечно, приходил на эту практику И тебе кто-нибудь приносил бы кофе все время, чай? Ну, нет, я там, скорее всего, приносил Я же только пришел на практику Я себе представил, как я становлюсь там, не знаю, прихожу туда экономистом Потом, не знаю, там, я старший экономист Потом, ну, в общем, я себе выстроил всю эту карьеру свою До, ну, там, до управляющего Вообще, знаешь, ну, блин, ну, по-другому не скажу Ну, не встал, у меня, наверное, не стояло, наверное Вот, и в этот момент у меня была какая-то девушка знакомая Я сейчас, понимаешь, у меня Какая-то очередная, да, ладно Ну, нет, просто знакомая, в смысле, это не моя там какая-то близкая подруга была Мы с ней очень хорошо общались И она меня позвала в театр на актерский тренинг И мне очень она понравилась И вот девушку я сейчас уже не вспомню А театр до сих пор со мной Представляешь, вот так просто одна история сильно изменила мою жизнь Да, причем, ну, с экономом мы разобрались Я там тоже доучился Но это уже было, знаешь, больше, чтобы завершить то, куда мои родители рассчитывали, что я пойду учиться А родители сильно расстроились, когда узнали, что ты актер теперь? Или поддержали наоборот? Ну, видишь, какая ситуация Если бы это была бы какая-то проблемная история Например, я стал бы плохо учиться, вылить Это куда? Это вот яичница Ты же говорил, что ты хочешь яичницу приготовить А мы меняем? Мы меняем, да На этой, да, наверное? Да, на этой Вот мне прям важно, чтобы ты ее приготовил, как ты хочешь Нет, давай я попробую приготовить тебе ее Давай А ты скажешь, так или нет, хорошо? Давай Напомню, мы готовим дневной рацион Арсения Попова Итак, поехали Рассказывай свою историю Да, у меня дело в том, что если бы я вылетел бы с эконома Или, например, если бы я, знаешь, начал бы где-то пропадать Если бы я стал вдруг каким-то, там, не знаю, неблагополучным подростком А так как одно другому не мешало Они не могли к этому относиться негативно Я же не пришел и мне сказал, что все Нет зарабатыванию денег до голодной актерской судьбе Они просто узнали, что параллельно я, например, участвую в каких-то спектаклях Здорово, у меня мама театрал, ей все это только в плюс Они, наверное, первый раз расстроились только, когда узнали, что из-за театра я уезжаю из Омска Да, вот это, наверное, я думаю, для любой мамы, конечно, это... Вот ты такую любишь яичницу, когда она вот такая вот размазанная? Да, да, да Да? Да Я маме когда говорил, я говорю, мама, а можно мне такую, знаешь, взбаламученную? Взбаламученную яичницу Да, только сейчас я узнал, что называется скрэмбл И ты иногда тоже, знаешь, в гостинице приходишь, они говорят, вам сделать яичницу А ты говоришь, взбаламученную Не-не, я говорю, а можно мне скрэмбл? Они такие Они, не маловато, ты, я тебе кто, котенок? Да, ты хорошая Лапочка, можно два хотя бы яичка Давай, два яичка А пози, ну это уже будет долго сейчас Нет, ничего не долго Ну тут же уже зажарился Да нормально все, не переживай А посолить можно? Да, можно, давай Я же это все буду пробовать? Конечно Я раньше была передача с Мак, я обожал ее, я думал, блин, как бы оказаться там в гостях Вот ты у нас оказался Но не здесь, не по эту сторону, а вот там, где зрители сидели, которые потом все это ели Я думаю, они же это все едят Так, так, ага Так, все, поэтому родители не расстроились Так, ты уехал в Питер Да Тебе сколько было там? Все, вот это я уже, новую историю, я уже помню Ну, по новой истории у меня пятерка Пятерка, да? Да, это было в 2000 Почему Питер? Слушай, ну туда позвали Я уехал с театром, то есть не было такого, что я выбирал У меня вообще мама сказала, что образование получишь в Омске, а потом куда захочешь, туда уедешь Угу Но ты до сих пор там живешь? Да Почему? Не знаю, в Москве как-то слишком много Шумно Суеты, да Если честно, боюсь, что в Москве у меня будет много обязанностей каких-то, знаешь, там Вот эти всякие квартплаты, какая-то дорога, пробки, плюс еще Подожди, а в Питере вы не платите за квартиру? Это какой-то другой мир, я не понимаю? Ну, в Питере у меня, во-первых, собственное жилье, во-вторых, там не такая история с транспортом, а в-третьих, у нас нет каких-то таких безумных штрафов там Я это солил уже Да Это ты не солил Да И продолжает солить А, это уже перчить, да Конечно Да, давай И вот сюда еще чуть-чуть Все правильно Да Вот, и из-за того, что там как-то все это проще, и транспорт, и жилье, и как-то там я туда приезжаю Знаешь, там место силы Место силы Бывает целый месяц я провожу в Москве И если есть возможность хотя бы на день уехать в Питер, все такие говорят, зачем, это же какие-то переезды, это же все тяжело Меняешь картинку Нет, я, ну, может быть так, но я прямо уезжаю, как будто меня стоят на подзарядку, я могу ничего там не делать И я возвращаюсь оттуда снова с какой-то энергией Я думаю, что, знаешь, все, что не происходит к лучшему, возможно, у меня в прошлой жизни был каким-нибудь деревом Графом В Питере Граф-дуб, да Граф-дуб, да На дворцовой, да Гром-баба Почему-то Гром-баба Твое любимое место в Питере? Ну, дом, конечно, просто дома сидеть Мне нравится весь центр У нас же, видишь, в Питере нет такого, что ты, там, чтобы оказаться в любимом месте, тебе надо туда Идти Ты выходишь просто на улицу, и все, там, везде любимые места Я, конечно, был везде, и на крышах, там, и на всех площадях, не запоминая, конечно, их названия Вот Люблю, да люблю, наверное, какие-то кафе, где, где-нибудь в центре И просто сидеть с книжечкой Ну, нет, не с книжечкой, с кем-нибудь из друзей Вот, мы что-нибудь с ними болтаем Они у меня, по большей части, творческие ребята, там, актеры, режиссеры Что-то обсуждаете, что-то приятное Ну, обычно я им жалуюсь на то, что меня снова не взяли на какую-нибудь роль Серьезно? Да, они говорят, ну, а ты мог бы попробовать так? Я говорю, ну, в следующий раз попробую А в следующий раз уже предлагают другую роль И эти навыки не пригодятся Послушай, ты в очень хорошей физической форме Это не комплимент сейчас, это вот просто, ну, так есть Ваша трудоспособность на съемках импровизации просто впечатляет Это 3-4 мотора в день Вы там фигачите просто, и ты всегда в форме Ты всегда свеж, весел, классный и так далее Как ты себя подготавливаешь? Йога, физуха, медитация, футбол, бокс Пусть будет, знаешь как, комплимент за комплимент Но Пашка же вообще машина при этом Сейчас я про себя расскажу Но как он выглядит, так не выглядит вообще никто Смотри, утром растяжка в кровать Потом завтрак, потом растяжка Растяжка в кровати, человек это может самостоятельно сделать? Или там ты нужна? Ну, нужен тренер Нужен тренер Да, нужен тренер Вот Растяжка в кровати, дальше что? Завтрак 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 Потом еще другая растяжка Яйца входят туда? Конечно Да? Нет, кстати Нет, я правда, мне кажется А потом мы с ним боксируем Серьезно Достали друг друга Да, достали друг друга Занимаемся спортом, ну правда Кстати, я знаю, что сейчас есть бои Эти звезды дерутся со звездами в ринге Я понимаю, что это странно, но мы хотя бы не поубиваем друг друга Я вызываю Пашку на бой Серьезно? Какой приз? Личный тренер Личница от меня Ты уже ее получил Все Вот, растяжка Смотри, я Про комплименты услышала Паше, да? Правда, он хорош И, наверное, это благодаря тебе Во многом, по крайней мере Мне кажется, что я нашел секрет Я бегаю Ты бегаешь? Я прям бегаю И я прям стал фанатом этого всего И мне почему-то иногда кажется, что я могу заболеть, если я не побежал Парк, дорожка Где угодно Вообще, я, знаешь, не из тех людей, которые говорят, ой, что-то у меня некрасивые шорты Я много времени, когда в Москве, я ночую у Сереги дома, потому что у него тут тоже своя квартира И чтобы мне не мотаться там по гостиницам, я остановлюсь у него Я вижу какие-то у него, знаешь, ну не в грязном белье, но какие-то у него лежат вот ненужные какие-то ему шорты, какая-то футболка Ну, это если лето Я прям ее беру Единственное, конечно, с обувью поаккуратнее, нельзя просто в сапогах побежать Да, хорошая трассовка Да, чтобы это были какие-то И я бегу, ну то есть я стараюсь надеть какие-то очки и кепку, чтобы совсем не бежать, знаешь, с надписью «Это я, Арсений», посмотрите, как я Какая музыка в наушниках? Или тишина? Вот, это у меня тоже есть такое понятие, мне спрашивают, какую ты музыку любишь слушать? Я ее называю «Музыка для бега» Вся, которая вот такая «бэм-бэм-бэм-бэм-бэм» Не важно, русская, она не русская, она должна меня вот заряжать, чтобы я захотел под нее побежать Пересолила, да? Нет Придется все съесть, да, чтобы доказать Ммм, очень вкусно Да, уникальное блюдо, действительно, мы очень старались Сливочное масло положу вот сюда в суп Или нет, или без Так, а я не знаю, нет никакой диеты Нет? Будет вкусненько Знаешь, сколько я бегаю, чтобы есть все, что хочу Сколько ты бегаешь? Ну, не меньше шести километров Шесть километров, сколько у тебя это занимает? Я сейчас попробую скорость Полчаса Полчаса, в хорошем темпе, да Ну просто, я на самом деле, может быть, бежал бы 10, но мне жалко времени Потому что больше, чем полчаса, ну, мне в день жалко на этот раз Но ты следишь за весом, скажи, пожалуйста Да, да, да Заморачивайся Я с утра встаю, смотрю, встаю на весы Какой сейчас у тебя вес? Сейчас плохой, сейчас 83 Для тебя норма 80, наверное Хочу 87, но никогда не приближался Просто хочу Просто хочешь? Да У меня кто-то говорил, что это, возможно, уже мышечная масса Уже трудно сбросить У меня, потому что, как у коня, там, я ноги Ноги Все, это пойдет в тизер Как, как, не на ровном месте Ты любишь, чтобы с... А, ты 3 килограмма, мы же боремся Поэтому, наверное... Ничего, ничего Завтра пробегу 6 километров, 100 метров Сливочки не нужно Пусть будет Давай, пока я буду блендером работать Ты начнешь импровизировать с мясом Хорошо? А, кстати, мясо ты сколько раз в неделю употребляешь? Сказала, как про алкашку Сколько ты употребляешь? Слушай, ну я вообще с этим не слежу Наверное, вот это, кстати, беда Мне почему-то кажется, что кто-то должен следить за моим питанием Я вообще это не умею Ну, есть мясо, ем, нет, вообще не переживаю Это сейчас какой-то намек? Нет, это именно в том плане Пусть я тебе буду звонить и говорить Поел? Да Поел мясо? Возь, тогда мне придется тебя переименовать в мама В номере телефона Потому что мама как будто тебя контролирует Мама Ляся Вот так Мама Ляся Так, а где можно им импровизировать? Что с ним делать? Не, ну я им в тарелке На доске Давай вот сюда Ты хочешь его бить Ты хочешь что делать? Или сразу его можем готовить? Ты хочешь вегю? Вегю Вегю Да, вегю 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 Или хочешь его Ну, давай, любой каприз, пожалуйста Смотри Я стою Я готова исполнить любую Хочу, наверное, вегю Хорошо Что это такое? Сейчас исполню Ну, ты просто его сейчас на раскаленную Вот так вот плюхнешь Ага Потом я его порежу И буду со всех сторон С ним сражаться Давай, давай А сейчас я буду сражаться с супом ради тебя У нас сейчас с тобой все получится Я когда что-то делал Семечка Мне все время было, знаешь, прикольно Что-нибудь там, знаешь, бросить туда А что ты бросаешь? Тыквенные семечки Давай, давай Не для красоты, а значит, посмотреть, что будет Будет вкусно Поэтому бросаю Чеснок, наверное, нет Сырое мясо нет Ну, ладно Кинороль мечты какая у тебя? Ой, любая Это вообще очень странно Ну, не странно Наверное, для людей, которые Стали заложниками какого-то образа Например, они всегда снимаются в комедиях Или там все время в каком-то одном и том же образе Им наверняка интересно попробовать что-то еще А мы никого туда не добавляем Маслица Послушай, ну нет Ну, как скажешь Ну, ладно Вот, а в моем случае Из-за того, что я абсолютно не искушен в этом плане Ой, ну, слушай, зря, зря, зря Ну, липнет, липнет, липнет Подожди, тихонечко Без истерики Без истерики? Все сейчас сделаем Смотри, раз Смотри Два Смотри, главное, надо это все быстро делать Ага Секунду Давай, давай Так, да, говори, говори Вот, поэтому Наверное, в моем случае Прям абсолютно любая Ну, разумеется, я Подонка, маньяка Ну, роль мечты Не знаю, парфюмер Гладиатора сыграть У них были на земле какие-то незаконченные дела а и он им помогал это сделать и мне так понравились эти пробы ну я вроде был на них норм но может быть может быть это мне так показалось до пробовался на главную роль и мне так хотелось это сыграть потому что мне очень понравился сценарий я думаю принимаешь вот отказ вот тебе позвонили и в очередной раз ты потом это с друзьями как-то нет 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 я ну нет смысле я конечно это расскажу тем кто в курсе то есть моим каким-то друзьям актером но я абсолютно не расстраиваюсь почему-то я как-то переболел эту историю ну значит еще рано еще не готов луи дефинес сколько там было восемьдесят шесть лет ты прям ждешь да я жду я жду возьмите уже сенью в кино ну пожалуйста кто-нибудь снимите его нормальный парень серьезно не правда сенья нормального я думаю все получится я просто знаешь у меня даже была роль от которой пришлось отказаться но это в сериале из-за наших гастрольных дел дел хотя мне казалось там короче огонь ну вот собственно я тебе сейчас про это и говорю но не было блин из-за этой импровизации то есть это было сознательно когда я увидел меня утвердили на роль это была какая-то прикольная история про полицейских но не в лучших традициях знаешь там улицы разбитых фонарей она была про современных да то есть у полицейского участка была начальница девушка а у меня была роль парня который ездил на мотоцикле который был знаешь такой приходил на службу в обычной одежде ну как я себе это представил когда мы общались с продюсерами с режиссером знаешь такой как полицейский с рублевки вот какой-то там ну май в моем исполнении в моем представлении вот и знаешь как совпало я как раз получил права на мотоцикл я выехал покататься по городу чтобы значит чуть-чуть навык одно дело сдать на площадке на закрытой до другое дело по городу поездить я прям помню что я еду мне звонит мой агент и говорит я тебе скинула роль почитай но говорит там есть один нюанс там надо уметь ездить на мотоцикле я аж я же знаешь я аж газанул от радости я говорю вы вы только захотели а мы уже сделали вот и действительно утвердили на роль там почему было классно еще классная сцена для проб я заходил в байкерский клуб и сразу нашел там самого здоровяка самого большого подошел к нему и громко на весь клуб спрашиваю где мне найти там такого-то такого-то чувака ну там ивана иванова и он мне говорил а чё там почему а зачем я прям вот но он был больше меня я прям хватал его за грудь вот так вот кладу его на барную на барную стойку говорю ты мне сейчас нам расскажешь иначе и он из-за того чтобы реально сильнее меня начиналась драка он меня конечно побеждал но вот эта наглость которая ворвался в анаме я был вообще в восторге и хорошо прошли пробы и меня утвердили но сказали что очень важно снимать в те даты которые у меня были были заняты нашими концертами ну не блин понимаешь я бы снялся проехал на мотоцикле меня бы избил бы здоровяк в баре и и все и где бы я был сейчас а так вот я видишь импровизация продолжать я пришел к тебе в гости попробуешь мясо это такое которое ты заказывал подожди еще не насладился ты смотрел сериал друзья нет во первых посмотри как-нибудь будет время посмотри потому что ну вот этот сериал точно должен быть иначе как азбука в русском языке это твой любимый да ну да наверное можно так назвать я смотрел раз десять целиком то есть не просто выброс на серии прям целиком от и до а там 10 сезонов вот и там был момент когда у них одна из подруг она не умеет готовить она что-то приготовила дайте я сама что-то приготовлю и они говорят хорошо сейчас мягко мне намекаешь нет еще пока еще пока нет но там был такой момент что они приготовили что-то отвратительно так и они чтобы ее не обидеть они говорили ой как вкусно они это делали максимально значит так вот по-дурацки говорили так вкусно что я хочу этим насладиться одна ванной забрали куда-то уходили потом кто-то ушел есть на балкон и она говорит подождите я сейчас скажу посмотрю как там фиби на балконе с моим это с моей с моим блюдом и они оттуда возвращать серьезно подлетел голубь и забрал это мясо и не смогла поесть она говорит давай тебе дам еще но в общем там было очень смешно поэтому давай это мясо я пойду съем наверное на улицу давай ты попробуешь все-таки реально и ты же прекрасный актер ты сейчас это все обыграешь не кстати что мне по-настоящему нравится я ее доедаю ну во первых из уважения к тебе спасибо во вторых потому что я не люблю когда остается еда а я прям помню когда я первый раз оказался в турции на завтраке или на ужине all inclusive когда можно было набрать сколько угодно я прям помню ну какие-то еще на слова моего отца который говорит ты возьми лучше три раза сходи но он говорил мне не про не правил инклюзива про там сиденье за столом чем будешь потом это оставлять куда это вот вот и вот так поела оставил вот что дальше с этим делать это же выбрасывает нет это не экономно но это на берите столько продукт послушай но в принципе мы приготовили твою яичницу мы приготовили с тобой суп и мы приготовили мясо а у меня для тебя блиц да смотри мне очень интересно вот по отвечать надо быстро отвечать или просто отвечать я просто отвечай в юности я наломал дров потому что продолжу фразу потому что боялся обидеть человека это был худший день в моей жизни ведь в этот день не сдал экзамен математика серьезно ты не сдал экзамен я из-за того что у меня родители сразу придумали что я поступлю на матфак или на эконом не ну не 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 сдал просто я математику сдал на 16 баллов из 20 я думал что знаешь как мамка меня убьет у меня нет такого выражения но я я мне все реально показал что мама меня может даже не убьет она скажет я так и знала и это меня меня это убьет синдром отличника да да не знаю я про то так не думал я знал что они ждут что я сдам хорошо я конечно я проплакал весь день до вечера то есть у меня к вечеру просто уже не осталось слез я по маму возвращать с работы проплакал поэтому я от лука не плачу больше вот и я сказал ей про 16 баллов она конечно сказала что она так и знала но единство что я не умер а так все было как я себе представлял мне кажется я очень хорошо знаю своих родителей боишься расстроить маму не бойся расстроить меня если мясо не получилось скажи мне правду я его взяла испугом как ты видел без всякого масла слушаем не значит и нравится мне нравится как-то его не нравится что ты смелая в еде я боюсь еду испортить потому что для меня это ну как ты поняла стресс если я не доем а еще больше стресс если еду придется выбрасывать ну вот поэтому оцени что я положил один кусочек а не 4 да я когда я положил мясо на сковородку и что-то оно начало там подгора да я вдруг смотрю все ну то есть мир останавливается это катастрофа но ты только подходишь ничего сейчас мы вот так вот теперь на боку вот теперь вот так теперь вот так и вот эта смелость чувствуется вот здесь во вкусе мне нравится я завтра побегу 6 200 метров 16 километров окей я после этого сдал математику другую на 19 следующую на 20 баллов я шел лидером в списке поступив однажды я отказался от выгодного предложения потому что я поехал в тур импровизации я ответил ну наверно это это из из тех который сразу вспоминается выгодное предложение я хочу чтобы для людей в первую очередь я был ну наверно каким-то примером потому что мне почему-то кажется что уже это не секрет у нас много правда поклонников и может даже последовать или ушел и если мне какая-то женщина написала в директ ребята вы не представляете какой силой вы обладаете то есть если молодежь за вами идет направьте и куда-нибудь то есть вы можете быть как певцы с сомнительным качеством текстов и молодежь например растлить вы можете их там вот ты считаешь таким русская не слушаю слушаю хаски очень 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 крутой поэт не знаю мне нравится у него очень сильно альбом хашханок насколько нравится этот альбом настолько мне не нравятся другие другие его треки вот но в этом в этом альбоме нравится абсолютно каждый каждый трек очень круто вот но он я не знаю там вряд ли под него можно потанцевать но как поэт он конечно гениально я у меня такие образы рисуются я думаю да ничего себе поэтому мне кажется было бы круто если бы они брали с нас пример поэтому я против того что пацаны в кадре курят если это не для сценки нужно тогда не для какой-то игры вот я хочу чтобы они знали что там не все грустно и что если у вас что-то не получается дома не надо из-за этого там знаешь не вижу что на этом не останавливается вот поэтому наверное примером хороший хороший был бы ответ классно что сразу есть ощущение что мне лет 50 давайте будем примером для нас последние откуда от кого я ожидал информацию мне сегодня подселка мне серега матвиенко и говорит арс давай поговорим господи да о чем у меня кстати была история с отцом и где-то я тоже рассказывал боюсь повторяться но не суть я как-то сидел дома сейчас отключенный момент подходит ко мне отец вечер уже все я уже иду спать пойдем на серьезный разговор на мужской разговор мужской разговор он сел так на кухню по-моему даже закурилась не помню какая-то была такая ситуация знаешь звенящая атмосфера про это говорят я стою вот так вот у двери в кухне он закон закрывай дверь я закрыл дверь я знаю что мы сейчас здесь ним одни я прямо так стою около двери я понимаю что мы здесь вдвоем мама нет никто меня не защитит а сам радостный внутри 100 я думаю блин мужской разговор ну то есть понимаешь мне кажется мальчики хотят мужской разговор сейчас мне что-то такое скажет волшебные бабы все я так стою у меня серьезно такой вид я так мне это немножко так это вы так вниз смотрю а сам вот это был самый счастливый момент я все бери кружку я научит я открываю я открываю что это такое шкаф я беру я беру кружку стою вот так ну типа плесни начальничек он говорит посмотри на нее я смотрю если что грязно игру что она грязно теперь берет бери все эти кружки которые могут кто мыл игру я бери перемывай мужской и вот он сидел там продолжал кид своими делами заниматься я думаю были поговорили и всю 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 посуду даже который не мыл мне всю пришлось перемыть все тарелки все кружки очень тоже неожиданно подходит сегодня ко мне серёга говорит пойдем поговорим он мне так не говорил никогда очень очень серьезно он прям так серьезно 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 я тут все я уже даже испугался у нас почти чувство как будто бы разговор опять право на кружке будут слышу а ты заведи себе аккаунт в тиктоке что он имел ввиду зачем и прочее это вот про пример это про то что ты сейчас говорил но многие говорят что на нет он как раз имеет ввиду что там монетизация что там монетизация что там ничего не не надо придумывать там просто вот прыгай кривляйся вот как будто бы не хочу так не понятно что я кривляюсь но в моем кривлянии все равно есть нет как нет каких-то там но мне кажется ничего плохого не делаю в этим кривлянии а твой любимый юморист я если мы поговорим про российских мне кажется я мне нравится почти все я очень благодарны зрители я является никто не кривляет да мне нравится всем мне нравится если мы например говорим про вот наших ближайших знакомых не знаете как паша подает материал рассказать какую-то ерунду он может рассказать как мы готовили здесь мясо и вот он это как-то так как-то так это преподносит как будто бы это самое важное в жизни что вы могли только услышать и он это говорит очень искренне и и знаешь в этом плане я наверное даже как актер хотел бы научиться так потому что каждое слово важно как почему он это делает и как у него это получается я не знаю очень круто это все благодаря шпагату вот а юмор который построен на унижение вот как ты к этому относишься ну когда-то было прикольно то есть я сам даже наверное несколько раз так делал я помню были времена когда comedy club только начался мы все видели и удивлялись как паша разносит гостей которые сидят в гостях мы я тогда работал в клубе ведущим я тоже помню что приходили к нам люди я тоже знаешь там подходил к столикам чего-нибудь там увидел что там не допито это пиво и говорю вот тут у нас есть стол стол там нищебродов ну то есть где наши учителя все были на телике то есть наверно поэтому мне кажется что телевидение должно показывать как надо вот я думал ну так надо весь зал ржет что я над этим прикололся чуваком что он там на последние деньги там взял кредиты ему прямо плеснули чуть-чуть пивка а человеку грустно то есть понятно что мы эффект достигли что весь и тогда именно в об этом задумался и подумал что да наверное лучше я буду интересным но не супер смешным чем я вот этого человека обижу потому что мне казалось что он же сейчас не придет или он будет думать блин да я больше не пойду может он вообще перестанет хорошо про пашку поняла стендап комики все мне нравится я думаю но это жестче класс это как надо женский стендап как женском и очень мне нравится все что они рассказывают потому что стендап это же про про твои проблемы а проблема в эту пацанов и девчонок но одинаково никто из пацанов не скажет слушайте у меня муж не следит за собой азуя ирависына выходит говорит и смешно это смешно муж не следит за собой как мясо просто просто вкусную то есть я не испугал я бы чудо посоли хорошо так и последний недавно я открыл для себя что кого что тебя вдохновляет хорошо все что угодно я ну например я с удовольствием пойду в магазин причем не надо ничего покупать мне посмотреть ну смысле я могу купить но я но открытие вот двадцать второго года я не я не верю что это прям двадцать второго года открытие потому что год еще совсем не сильно прошел я видел рекламу джейден смит рекламирует разумное потребление мы правда очень много покупаем каких-то вещей кстати а почему это может быть это меня не то что вдохновляет но я в это верю в раздельный сбор мусора в ответственное потребление вещей потому что насколько у нас ненужных каких-то там пластиковых вещей ну вот смотри шопоголик но при этом я в последнее время мне очень важно может быть но если эта вещь прикольная но я могу без нее обойтись я не куплю я да мне прямо очень сильно понравилась история что вот он стоит в куче таких вещей и говорит мы за разумно и с него она срывается очень эффектно и он остается там в одни каких-то простых джинсах ну типа классно что нормально все норм какая-то рубашка и говорит что давайте будем ответственны мне очень нравится все социальные рекламы на эту тему где там огромная рыба из пластиковых бутылок она съедает землю какие-то такие штуки я понимаю что наверное один человек ничего не сделать наверное многие так думают но мне почему-то кажется что если каждый просто попробует это сделать во первых это легко входят в привычку ну просто ты знаешь что пластиковые бутылки но ты выкидывай отдельно и сейчас во многих дворах появляются эти контейнеры которые вот просто как сетки и туда услышаны докричались туда туда закидываешь половника нет потом а мы знаешь как ты чего не служила в армии нет я не служила в армии и я но я себе представлял что в армии если мне было половника была бы кружка ты сейчас налью так давай мы еще чуть размешаем вот мне вообще вот очень социальная тема близко но только творительностью занимаешься расскажи об этом мы это наверно громко сказано да но есть в питере проект называется время жить он это театральный проект поэтому это начни просто благотворительность любая это та которая мне близко которой я могу там если не финансово то информационно или даже своим присутствием там на репетициях на площадке там спектакль помочь детей из детских домов которые там может быть неблагополучно какая-то там судьба их приглашает в этот театр они и там такая знаешь театр терапия там драма терапия не знаю как назвать то есть они примерять на себе образы каких-то персонажей неважно будет там снежная королева или какой-то может быть социальный спектакль они просто играют и они самого себя роль актера да применять роль актера самое главное что многие из них вообще не социализированы они умеют общаться то есть кто-то из них пойдет в шоу пацанки а кто-то может быть станет актером актрисы или вообще кем угодно то есть понимая что они могут быть кем угодно и мне нравится когда в этом процессе кем угодно это не просто слова они действительно это пробуют и там педагог роскошнейшая юлия эльморовна она знаешь она когда-то даже кстати участвовала в моем становлении мы к ней ходили на только ничего должны всплыть один из них всплываются они не сварились вот я как-то пришел к ним на занятия и она у них у них есть импровизационные какие-то истории и она условно в шесть часов должно начаться занятием мы пришли там без десяти и вот я вижу что эти дети а вообще не контролируем причем они не восьмилетние они прям подростки там есть пятнадцатилетние есть те кто могут не сломать руку абсолютно и то есть их там человек наверно 20-30 и вот просто открытый урок на который я пришел понятно что кто-то из детей меня знал то есть поэтому наверное меня и туда пригласили и вот я стою и например там 601 они должны собраться а я понимаю что их невозможно собрать ты как будто бы увидел эту вот просто массу неуправляемую на улице как так не подойдешь скажешь ну-ка делайте что-то да они посмотрят на тебя и загрызут я вот так стою и я себе представил что наверное большинство педагогов ну из тех кого я знаю там или где как я видел или как это представлял они просто бы на них прикрикнулись к ли быстро собрались знаешь как в армии чтобы они почувствовали силу что они должны подчиняться она им говорит ребята надεται на собираться чуть-чуть ничего не происходит да то есть они как будто вы не услышали ребят давайте собираемся они очень тихий голос спокойный она еще немножко картают на кажется это вот вообще какая-то такая какой какая-то просто нагия это вот она онab my какой-то вот персонаж может быть даже знаешь на как будто бы такая какая-то с красины и она как любят собираемся и они знаешь вот они как такие как звери вот они бежали куда-то там на войну куда-то драться и так чик чик у них появляется какая-то осознанность глазах и они так чик около нее так собираются сели все абсолютно то есть она не хлыстом не пряником там нашли не пистолетом как дрессировщик они просто все абсолютно вокруг нее собрались и не давайте встанем в круг вот это арсений мы знаем и мы начали с ними играть какие-то игры и я вдруг никого вообще из них не узнал то есть вот до этого я бы просто побоялся войти вот в эту компашку а сейчас я смотрю они абсолютно все восторженные благодарные они смотрят на меня на нее как будто бы мы мы же им ничего тоже не должны и они наверное очень рано понимают что и они никому там не нужны например и они очень рано понимают что не так то просто в этой жизни и в этот момент когда вот она им что-то дает или к ним кто-то приходит них очень много волонтеров и режиссеров которые с ними ставят их нам разные группы где они ставят спектакли и я вижу мне кажется с такой благодарностью никто ни на кого не смотрел и ты это можно увидеть скажи пожалуйста вот игру в санкт-петербурге сейчас у них есть собственное здание я не знаю как там они его заполучили я думаю что вы тоже просто юля шла и вот перед ней перед ней перед ней там до депутата вот так вот знаешь это как в вода расступаются вот и она просто знаешь и вот к ней вот как и какие-то липнут правильные люди и я кстати надеюсь что вот кто-то сейчас может тоже посмотрит время жить проект найдете в санкт-петербурге у них здание находится на обводный проспект смысле от набережной обводного канала 203 буква че 203 дробь че ну короче 203 какая-то буква помните вот я могу показать визуально вот к ним туда можно прийти посмотреть эти спектакли я надеюсь очень много кстати после там моих каких-то рассказов об этом театре появляются людей которые просто приходят знаешь может быть не финансово всегда можно помочь можно прийти там покрасить стены там что-то там мебель как-то переделать приносит какие-то вещи знаешь которые могут в спектакле потом пригодится там у тебя есть какой-то старый чемодан или зонт в общем там какая-то вот очень правильная атмосфера вот мне кажется вот такая она должна быть какая-то вот честная трушная и сразу наглядная вот что сразу видно что что-то происходит это обменяешься когда говоришь об этом так видно что тебе не все равно я захотел есть суп это ты переживаешь да это так здорово когда людям не все равно давай попробуем нас к берем еще ложку да вот здесь чистенькую так тыквенный суп да но смотри яичницу испортить невозможно потому что просто яйца температура соль мясо испортить невозможно просто мясо мы ничего не добавляли просто пожарили тыквенный суп это моя любовь сейчас я прям чувствую ответственность вот я просто к тому что может быть не надо пробовать может быть я буду все еще делать что я люблю тыквенный суп нет давай попробуем а если я его разлюблю после этого послушай я люблю правду любишь правду тогда я правду тебе скажу сегодня сегодня я открыл для себя тыквенный суп от лиса смотри все можете продолжать я тебе я тебе на миг ты мы ты его еще не пробовала нет как тебе кажется все ли что на столе нам пригодилось смотри соль но я боюсь пересаливать да поэтому там ее 0 дальше мы какие-то еще специи есть я боюсь это все делать потому что это должен сделать ты сам вот это он без этого прям никакущий вот это мы вырезали ты же в готовке не участвовал поэтому пожалуйста давать по своему вкусу добавляй чтобы это не так это перец будет мускатный орех добавляет стыгеный суп конечно хочешь побольше сейчас наш тыквенный суп превратится у кстати он сейчас похож на такой который мне когда конечно это же должен был доделать ты я тебе сделала основу пробуй пробуй что добавить так соли уже лучше но уже похоже да не на соли прям очень мало любишь соль да ну не то что люблю но я вообще не чувствую вкус у тебя ковид я перец и тыквенную семечку чувствую все последняя попытка последняя попытка подожди а ты че не по ну-ка ты пробуй смотри любимый суп на то есть только любимую еду да а если она не полезно в смысле как невкусная но полезная а или любимая но не полезно вот например я обожаю торт и что делать какой торт наполеон смотри какой ну вот сейчас да уже ближе на все вкусно ближе ну вот нужно было тебе просто раскрасить немножечко и все ты я вспомнил в советское время была передача сидели дети какой-то был эксперимент социальный сидели дети ну года три-четыре им было то есть они уже умели разговаривать и перед ними стояла огромная тарелка с кашей и они просто ели кашу по очереди и им надо пускать вкусно и невкусно и четыре ребенка пробуют по очереди у них все в порядке а пятому они и так пересолили что даже взрослый не мог это попробовать и дети сидят 1 говорит вкусная каша другой есть вкусно и все четверо горят вкусно и 5 ест ваш лиц и он понимает что все говорят вкусно и он будет вкусно и и я не знаю я не помню там какой они вывод делали но смысле знать что мы очень привержены общественном мнении если все если там 80 процентов людей горит что вкусно ты тоже бы что вкусно хотя нет ты зависишь от этого мнения я наверно нет но я надеюсь что нет я конечно из-за того что все что сейчас говорю это может быть где-то как-то услышано надо об этом думать но нет мне кажется нет я кстати наверно могу себе за это похвалить что я но не всегда но чаще часто не иду на поводу у других людей при этом нет такого что знаешь сделаю точно наоборот как вы от меня ожидаете нет не сделать только как нужно не не так как нужно всем книга которую ты прочитал в восторге и готов порекомендовать на я смотрел передачу вечернего урганта причем я смотрю не как они по телевизору выходят а как знаешь например там в рекомендациях всплывают и там пришел к нему автор евгений водолазкин по-моему евгений его зовут и он говорит книга и ургант у него спрашивает а какая у вас какой у вас роман там самый любимый и он нет оправдание острова и мне показалось очень странное название плюс он сказал сам автор признался водку которую наш современник сказал что вот она его любимая и я эту книгу прям чуть ли не день пошел купил в книжном магазине и прочитал ну прям прям очень прям очень да я не очень понимаю знаешь она все равно очень аллегорично такая как каких-то там точных ответов те никто не дает передачи ты сегодня что-то у меня спросил на что я не ответил вкус вкусно ли суп и заберет невкусно давай на меня на правда скажем что яичница по десятибалльной десятка ну вот прям ничего не надо добавлять я даже бы что любое украшение был будет лучше я кстати не люблю помидоры жареный мясо наверное наверно 8 потому что я бы хотел бы чуть более прожарено вот это все есть истории медиум там или там с крови все не мое пусть а пусть она будет прям лучше пережаренная и твердовато но лучше так у супа все не говори мы все мы будем мы будем до как мы все поняли так не хорошо быстро такой блиц любимое время года весна почему так всегда говорю хотя до сих пор в это не верю наверно весна потому что это предвкушение месяц весны март конечно не один рождением артия до сих пор вот мне нравится март поэтому что у меня там день рождения там день театра в марте 8 марта в марте вот и в марте все только начинается какой самый крутой подарок ты получил весной в марте на суде рождения но наверное сейчас из-за того что я уже что-то могу купить себе сам поэтому для меня подарок уже не важен по ценности а важен по ценности его эмоционально я прям до сих пор помню какие-то подарки которые знаешь там тебе условно кто-то дарит например там цветок с какой-то ленты и ты понимаешь что это ага в память о каком-то там событие и это какая-то такая история и ты тебе человек бы подарил эти воспоминания но был момент прямо настоящий подарок мне подарили это было кстати еще в омске но я до сих пор это тяну историю меня до сих пор этот подарок где-то есть мне подарили mp3 плеер я прям помню я не умею говорить что я хочу в подарок на день рождения то-то или то-то вышлист это называется да у меня такого нет а мне как бы неловко просить что-то а самое главное когда спрашивают я оказываюсь ступоре в таком что не могу придумать не думал об этом конечно и никогда себе не помошлил что у кого-то попрошу что-то в подарок но я прям помню как я мы ехали с моим другом у него уже тогда была тачка он меня конечно там возил по всему городу я ему слушаю игорь я хочу mp3 плеер а тогда были только сиди плееры и сиди плеер с шок протекшн чтобы не трясся это был вообще короче там какой-то запредел и тут появился mp3 плеер такой знаешь он был чего такой вот какой-то такой продолговато это маленький короче очень удобный то есть вот сиди плеер mp3 плеер который можно было носить вот как брелок вот я ему сказал и я точно знал что он не подарит что это было и дорого и как-то я так это сказал знаешь прям не веря что это произойдет и когда на день рождения он пришел ко мне подарил его я вот как в ступоре типа чё тебе подарить так я был в ступоре и и как как это вот но я его он мне до сих пор рабочее состояние я щас не помню где точно находится где-то он есть живой и там наверняка классная музыка для бега классно-классно скажи пожалуйста какие у тебя ближайшие проекты вот кроме импровизации но я обязан просто напомнить и рассказать тем кто вдруг если не знает у нас есть на ю тубе канал им браком мы можем хвастаться конечно канал импраком на котором у нас очень много проектов и каждый из них это наша ну наша гордость у нас есть громкий вопрос шоу вот к нам в новый год паша приходил конечно мы себе без него выпуск не представляли очень смешной чуть-чуть интеллектуальный как мы любим ну в общем это наш хит конечно и вот есть наша гордость наше такое детище называется импровизация истории там тоже импровизация но мы это не какие-то форматы игр без усмешнитель и без всего мы просто выходим к зрителям к обычным там нет каких-то подготовленных нет каких-то договоренности с ними они нам рассказывают какую-то короткую историю например там как они боялись своего 30-летия или как они там поехали куда-нибудь а вы разгоняете и мы без всякого разгона мы просто узнаем там имя этого человека который сказал игры все будем играть и мы играем долгие прям почти спектакль там 30-40 минут просто играем эту историю и это конечно это вообще это бы это восторг мне кажется что вот вот чуть ли не для этого я прям родился ну для этого и для себя ну это для меня этот вопрос всегда сложно потому что я не могу вот здесь сейчас не могу ответить я могу рассказать про события которые произошли то есть вот там у меня поехал в путешествие вот она закончилась я могу сказать слушать она была роскошная там все сложилось все здорово любая поездка любая абсолютно да у меня знаешь там я сейчас помню очень странно что вспоминать какие-то случаи я был на море но это было понятно что чуть черное море там где-то было наши курорты и я помню что это был отдых такой знаешь когда ехали туда еще на поезде долго долго и это было все максимально экономный какой-то режим и я помню что был вариантом покататься на катамаране на банане она это все как стоило каких-то денег и мы отправились какую-то самостоятельную прогулку к скалам и там вдоль скал скалы заканчивались и вот все дальше обрыв и надо либо долго возвращаться назад либо вот преодолеть этот эту пропасть туда вот куда можно там упасть разбиться и вот там уже там автобусная остановка там видели там какая-то уже цивилизации и можно доехать уже чтобы не идти назад ну не несу сейчас не про это чтобы не идти до чтобы не идти назад можно разбиться можно разбиться и мы вот и шли очень долго и вот доходим до этого обрыва все и мы понимаем что а дальше вообще никак но вдоль этого обрыва значит такие альпинистское снаряжение про протянуть такой канат с вбитыми колышками туда внутрь я вижу что я понимаю что по нему проходили люди они держатся вот иначе такие первичные навыки скалолаза не и наверняка для большинства людей это было бы не проблема ты держишься и идешь как мы смотрим в кино думаешь ну что там по карнизу так иди иди но когда ты понимаешь что ты сидишь дома но ты-то не упадешь а у него-то реально вот там все не уверен на какой-то шаг и ты попрощаешься с жизнью так вот и мы дошли до этой истории и мы остановились очень долго обсуждали надо идти не надо идти может быть не пойдем слушай ну а назад возвращаться идти там часа два ну то есть это прям в теме мы попадем но не знаю а здесь вот уже видно вот цивилизацию что вот там через два шага все мы спасены но нет нет наверно нет я бы ладно давайте так я попробую я я пойду пройду я иду было очень страшно и в какой-то момент вот на середине ты понимаешь что становится уже некуда наступать нет вот каких-то вот этих уступов и надо просто значит на каком-то честном слове туда пролезть я понимаю что вот сейчас я пройду я встану для этих людей мостиком что мы там не знаю я смогу им как-то помогать чтобы они перешли я туда пролез я стою у меня колотится сердце я бы мне кажется я просто от этой вибрации внутренней могу свалиться туда они еще все там когда говорю они этом еще один человек я вот так смотрю и понимают глаза велики они они люди идут за мной я понимаю что назад я точно не пройду потому что мне все я я не вышел высоты ну вот опасности но это страшно к это страшно все я вот так стою и я понимаю что сейчас нужно что-то делать ее одну туда отпустить я не могу потому что она одна там куда она пойдет еще в ночь в какие-то скалы как сюда вот перебраться помочь тоже не могу я вот так стою и я понимаю что мне сейчас нужно сказать так чтобы человек мне поверил что ты пройдешь что все получат психолога психолог да это все в порядке но при этом знаешь не чтобы это не спустилась и не скатилась такую шутку стоит легкотня потому что тогда никто не поверит все разрушится и я прям помню как начинает делать шаги очень страшно когда все кикай каменеет когда иррациональные какие-то такие панические какие-то там сводят мышцы идет я прям помню как в какой-то момент когда я понял что я дотягиваюсь мне кажется я прямо знаешь как этот как мать птенца вот так хватает или кошка своего котенка я прям не стал дожидаться получится не получится я прим помню что я схватил вот так вот и сюда вот прям пи прям перестанет когда да когда сил появляется гораздо больше чем есть на самом деле я помню что вот мы в безопасности и мы просто так это обнялись и мне кажется мы стояли очень долго каждый себе вот представлял что могло бы быть вот сейчас Что мы, это неоправданный риск, что мы дураки, что так сделали. Да лучше 10 раз перестраховаться и вернуться. И вот, знаешь, вот мне, наверное, как актеру было бы интересно какую-то такую вещь сыграть, когда ты стоишь, ничего не происходит, и вот 10 минут, наверное, не меньше точно, можно за этими людьми наблюдать, потому что у них там, да, сейчас происходит внутри, там, знаешь, вот вся жизнь проносится перед глазами, все уже позади, но вот это вот еще эффект есть. Мне кажется, вот тогда я не мог сказать, что я счастлив, а сейчас я думаю, да кайф, я живу. Я выжил. Я же, хотя, да, сам себе вроде устроил проблему, ну вот, вот какие-то такие всякие микроистории случаются. Простых путей ты не ищешь, я уже это поняла, да, по себе. Нет, ну, чуть-чуть резюме в другом, что меня могут какие-то вещи, знаешь, простые порадуют, да, что сегодня мы, например, там... Что сегодня у нас получилась яичница, это уже успех. Я понял, почему плохой суп. Почему? Потому что пока ты здесь его пыталась перемешивать, я не знаю, получилось запечатлеть или нет, я туда тебе закидывал всякую ерунду. Я бросил тебе туда кусочек яичницы, посмотрите, что будет. Я кидал тебе туда какие-то семьи. Ты хулиганил тут. Да, и мне кажется, я тебе туда устроил этот урок химии. Вот, такая история. Таких уже нет, как ты сейчас. Вот, все, я не застал. Перечитал сказок. Ты с какого-то другого мира, с какого-то волшебного просто к нам пришел в этот мир. И, да, твори, будь, всегда просто удивляешь. И мне хочется на тебя смотреть, мне хочется с тобой разговаривать. Давай общаться, давай дружить. Спасибо за доверие. Я знаю, что ты вообще никому не ходишь на интервью. Я надеюсь, что сегодня тебе было комфортно. Очень, да, я, знаешь, мне показалось, что я на большинство ответов, мне придется пересмотреть этот выпуск. Хорошо. Потому что я уже не помню, что тебе говорил. А, это классно, это сон. Это, да, это какой-то сон, да, потому что я просто что-то делал, что-то говорил, что-то болтал. Друзья, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень люблю и тебя люблю. Десятиминутное объятие. Друзья, тут очень хорошо, смотрите любой выпуск, потому что для Исана, конечно, это, я не знаю, это уют. Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получилось. Прости за суп. Нет, нет, я его сейчас доем. Да. Все. И серьезная информация, мне надо тебе очень важную вещь сказать. Давай. Заведите ток. Пока, увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok